Итак, это естественно Майнкрафт и Коплис 2, мы с вами продолжаем. В прошлом выпуске мы установили вот сюда фитогенный облучатель, и за кадром я совершенно про него забыл, соответственно у нас тут нифига не росло, потому что внутри не было воды. Я вот сейчас понял, что нужно было бы поставить какую-нибудь автоматическую туда подачу воды, но ладно, уже все это упущено, мы можем вручную отнести. За кадром немножечко тут занимался облагораживанием, и совершенно не было времени записывать... Ну, у меня тут... Ну, я проще скажу, у меня жена сейчас начала много ездить в всякие разные моделировки, соответственно дети остаются со мной, и у меня гораздо меньше времени на съемки. Когда время на съемки есть, я занимаюсь Майнкрафтом, пардон, а занимаюсь, естественно, Арксурвавел, потому что он тупо собирает больше просмотров. Но мы с вами, естественно, сборку не бросаем, и все, пройдем до конца, как было обещано. То есть, во всяком случае, я прям кайфую от Майнкрафта, я кайфую от этой сборки, и просто постоянно хочется продолжать. Ладно, этим мы с вами и займемся. Как помните, нам это нужно для того, чтобы сделать резину. У нас с вами уже сейчас как раз 9 штук есть, у нас сейчас все сделается. А из резины, в свою очередь, мы можем сделать из вулканизированной резины, если я не ошибаюсь, вот такую энергетическую ячейку на 1 миллион РФ. Только нам нужно сделать рамку энергетической ячейки, электриум. Это все у нас с вами имеется. Пойдемте сделаем. Как раз пока что туда-сюда все это делаем, это все у нас там прорастет, и соберется необходимое количество резины. В объем сюда сразу термол, так будет немножко попроще. У нас с вами есть электриум, то есть мы можем даже вот так вот провернуть. Рамка энергетическая, мне не хватает стекла. Да нет, это тоже имеется, все окей. Еще раз бамс. Делаем одну рамочку. Можно было бы сразу побольше сделать, но я думаю, что пока штатной хватит. Плюс тут нужно это вот... Это нужно немножечко по-другому сделать. Мне кажется, все немножко в эту сторону ближе сюда сдвинуть. Поставить, может быть, еще парочку генераторов лавы, потому что генерируется не так много. Либо редстонные блоки заменить на что-то. К этому, в общем, придем. Посмотрим. Итак, 12. Нам нужно... Я просто пытаюсь понять, сколько. По 8 на каждую штуку. 4 штуки. 32 штуки нужно. Все понятно. Значит, нам придется немножко подождать. Естественно, просто так я просиживать не буду и ждать. Я тем временем займусь созданием шестеренок из стали. И, естественно... Так, вот это мы с вами заберем. Мы с вами займемся вообще производством продвинутого текиума. То есть то, что нам, собственно говоря, и нужно. Шлаг долой. Пока что пойдет сюда. Там что-то из шлага, конечно, делается, но просто... Я постоянно забываю, что именно. Так, сталь пополам. Наверное, вот это опять же сюда пошло. И это идет сюда. Очень много нам не нужно, но все же... Придется сделать... У нас все-таки, смотрите, у нас продвинутый текиум делается из 4 стальных шестеренок. Дальше батареализированная лава. Базовый текиум. И у меня вообще 12 есть. То есть я хочу как минимум 12 сделать. Значит, то есть... Нет, если... Да, все правильно, 12. Это нам понадобится... Очень много этого добра. Алюминиевый листовой металл в большом количестве, опять же, требуется. И попробуем сразу сделать по максимуму. Можем сделать 3, потому что не хватает... А, ну да, все верно, 3. Вот. И в общей сложности получилось 5 у нас, да, на руках? Как же это все дорого и долго. Честно говоря, я не ожидал, что это будет так. Ну ладно, бог с ним. Я надеюсь, что мне удастся все это дело автоматизировать. Как раз нужно будет, наверное, в следующем выпуске именно этим заняться. Автоматизацией вот этих процессов. Создания хотя бы продвинутого текиума. То есть нужно будет настроить автоматизацию плавки, автоматизацию производства. Ну, то есть славы у нас вообще никаких проблем нет. Сюда подключить песок, переплавляющийся в стекло и стекла, чтобы автоматически делались бутылочки. Это ерунда. Это все будет очень просто сделано. Я просто боюсь, что очень быстро это все забьется. Ну, почему бы и нет, в принципе, с другой стороны. Меня больше напрягает как раз переплавка металла и вот эти вот как раз аспекты. У нас с вами уже 24 одуванчика есть. Погнали, пока что из этого сделаем. Да, хорошо, сделаем пока что из этого, потом все остальное скрафтится. Вода же будет забираться по-любому, да? Ну, понятно, кто бы сомневался. И это у нас с вами третий кусок. Нужно 4 куска, то есть осталось подождать совсем чуть-чуть. И у нас будет абсолютно все готово. И, кстати, у нас помимо вот этого всего добра... А я могу вот так вот? Нет, не могу. То есть выливать придется таким образом. Нужно сюда провести воду. Я могу оттуда перекинуть трубы сюда, но очень далеко. Легче здесь еще какой-то сделать водоем. И, соответственно, здесь добывать воду и поставлять витогенный облучатель. Но фишка в том, что он-то здесь стоять не будет вечно. Здесь сейчас у нас с вами как раз что встанет? Здесь встанет аккумуляторная батарейка, чтобы с разных сторон к ней можно было подключать сразу несколько предметов. Я понимаю, что можно использовать энергетические трубы, и мы их уже можем делать. Но батарейку хочется сделать в первую очередь, а потом уже от нее отвести трубы. И, предположим, все это вывести сюда. Ну, то есть, это уже будем решать. У меня всегда очень плохо с планированием в Майнкрафте своих хранилищ и прочего. Те, кто меня давно смотрит, это прекрасно знают. Но что поделать? Я вот играю, как играю. Ну, то есть, сорян. Зато мне нравится разбираться в новых сборках, в которые никто другой почти не играет. На наших просторах, соответственно, я заметил, что я начал снимать, и люди тоже подтянулись, хоп, тоже начали проходить сборки. Чуть-чуть сборка, точнее, нету. Даже чуть быстрее, чем я, или, точнее, гораздо быстрее, чем я, потому что я тут немножко забросил, да? Ну что, четыре резины готовы. Я тут, как видите, пока что избавляю от палочек, избавляюсь. Их вот сюда перекладываю, при помощи них все жарю. А что так медленно? Ну, я прям очень доволен. Наконец-то мы с вами можем сделать энергетическую ячейку. Единственное, мне все-таки понадобится немножко золота. Сразу с вами с запасиком поплавим. Сами понимаете, плавится все это добро у нас очень быстро. Дальше. Редстоун. Редстоун у нас с вами есть. Плюс еще тоже можно будет поплавить. Вот здесь вот. Можно, естественно, все сразу настроить, чтобы доставлялось в печки, и из печки уходила система хранилища. Но я уже об этом говорил, что... Я пока не знаю, как у нас система хранилища будет в итоге. Как она с вами делается? Вот так вот, да, катушка? Нет, наоборот. Саря, она делается вот так вот. Золото, и здесь редстоун. Готово. Дальше нам понадобится блок редстоуна. Готово. Все лишнее мы с вами убираем. А то очень много всего в карманах. И... Ну, пока что пойдешь хотя бы вот сюда. Здесь золотишко было. Большое количество серебра. Но там, как видите, очень много всего. Да, я думаю, что нужно делать бета-стораж по-любому, потому что уже серьезные проблемы с хранилищем. И делать огромную стойку вот из этих как раз вот... Стораж-дроверс мне не очень нравится. Мне вообще никогда вот это не нравилось сильно. Это упрощает некоторые аспекты. То есть, когда ты какие-то ресурсы используешь в очень большом количестве очень часто. Например, сталь, железо. Там, коксовый уголь у нас используется. Еще что-то такое. Да, вот это удобно, когда у тебя под рукой. Но во всех остальных аспектах удобнее что-то более продвинутое. Ну что, все, у нас с вами есть энергетическая ячейка. Мы можем отсюда забирать вот это добро. К фитогенному облучателю нужно, безусловно, провести, подвести водичку. Потому что... Так, а тебе нужно, скорее всего, просто настроить, да? Ты все подумал, почему он не хочет. А потому что... Давайте конфигурация. У нас вот это, скорее всего, принимает. Не принимает. Вот это задняя сторона. Вот было бы хорошо, когда наводишь. И оно такое, типа, раз и все. Все, нашли. Соответственно, потихонечку пошла зарядка. Лава будет заканчиваться, безусловно. Но у нас тут, видите, заранее уже бочка стоит. И в общей сложности, мне кажется, все будет хорошо. Тем более, миллион рейфов это просто шикарно. Дальше нам нужно обязательно будет сделать энергетические трубы. Опять же, делаются они очень просто. Не, ну благо у нас этого добра. То есть и редстоун, и свинца всего. Навалом. Давайте вот так вот четыре. Сразу делаем по максимуму. Сколько там можно? Двенадцать, шестнадцать. Хорошо. Жидкостная труба. Стоп. Жидкостная труба из Thermal Dynamics. А, это Thermal Dynamics, а даже не Thermal Series. Ну без разницы. Это, в принципе, все равно Thermal Innovation, Thermal Expansion. Это все вместе. Это Thermal Series. То есть, имеется в виду Series, это все вместе моды. Так, ну ладно. Таким образом, мы с вами сейчас закончили очень важную веху. У нас теперь вот отсюда, например. Неправильно. Не надо так. Не нужно нажимать Shift. Или нужно нажимать Shift. Стоп. Нет. Скорее всего, просто не настроено, да. У нас же оно... Передняя стенка должна быть оранжевым, да. Вот. И теперь оно подключилось. Теперь оно дает энергию. И вот сюда я, например, могу поставить фитогенный облучатель с этой стороны. Вернуть в него вот это все, чтобы у нас процесс продолжался. Опять же, из-за того, что нам просто по-любому понадобится в большом количестве резина, и мне пока что не хочется ничего другое делать, я хочу остаться вот с этими цветочками. В принципе, довольно-таки удобная штукенция. Мы с вами должны сделать следующее. Это все довольно-таки противно сейчас. Ну ладно, бог с ним. Нужно сделать еще один насос. То есть вот такой вот жидкостной насос. Давайте вобьем его сюда. Посмотрим, что нам не хватает. По идее, все должно быть. Единственное, что может быть не хватит, это стали немножко, да. А нет, это все железные пластины. Хорошо. Железных пластин у нас навалом. Дальше. Медь. Медь у нас тоже имеется. То есть, если мы с вами делаем компонент вот так, один готово. Дальше у нас идет жидкостная труба. У нас не хватает чуть-чуть. Тоже делаем. И в принципе все. Делаем жидкостной насос. Давайте делаем бесконечный источник тут. Естественно, сейчас устанавливаем по дыринку насос. Нам нужно сверху поставить коннектор. Подключаем в ближайшую релешку. Это вот там, если не ошибаюсь. Да все, это на самом деле уже готово, считайте. Нужно было давно уже сделать и не париться. Это подключаем сюда. Процесс пошел. Так, у меня с собой есть все хорошо. Мы можем сделать рычаг. Здесь и выход в эту сторону, чтобы он приходил. Ну, например, просто по прямой. Это будет, мне кажется, немножко побыстрее. Давай, фитогенный облучатель. Пошел сюда. Дальше у нас. Подключаем сюда. Есть, готово. Раз. Два. И естественно пошли трубы с водой. Вынимаем их вот сюда. И не подключаем их вот сюда. А почему? Через эти трубы он не хочет. Как странно. Мы сейчас посмотрим. Там может быть, знаете что? Возможно у него... Да, мы можем повернуть. Тоже нужно настроить сторону. Скорее всего так и есть. Единственное, что... Верхняя сторона, это вот эта, скорее всего. Принимает воду. Все. Все получилось. Не получилось. Потому что я не включил насос. Бамц. Все. Вот теперь все получилось. Вода сюда поступает. Все будет прорастать. Фух. Готово. Ну вот. Я реально доволен тем, что здесь происходит. Единственное, что меня немножко смущает. Будет ли мне хватать лавы вот здесь вот. Вроде пока что хватает. Но тут вопрос самый главный заключается в том, что здесь не такое большое производство. То есть я хочу поставить еще один магмовый генератор. В него подключить эту же систему производства лавы. И посмотреть, будет ли она запитывать. Но пока что, в принципе, нам всего достаточно. То есть я дальше могу спокойно поставить либо пламиню, либо измельчитель. Причем куда угодно. Хоть вот так вот. То есть это хоть и не очень красиво, зато эффективно. И мы наконец-то можем вернуться в пусты и сделать себе селитру. Делается она. Давайте-ка вспомним. Измельчитель из песчаника. А просто песок можно? Нет? Вроде как песчаник. Это у нас просто 4 блока песка, да? Вместе составленных. Пойдемте быстренько скрафтим. Очень много селитры нам не нужно. 30% шанса это довольно-таки много. То есть я думаю, что вот этого нам вполне хватит. Чтобы получить 4 кусочка. Но это забавно на самом деле. Сделать из 4 кусков 1 песчаник, получать обратно 2. О, есть селитра. Ну да, в принципе нормально. Можем выполнить задание. Пока там еще добывается. И это нам дает возможность продвинуться в основу для кристаллов. Все это делается в кристаллизаторе, который в свою очередь делается в рамках механизма. Константная шестерня. Сигналей. А, да. Нужно будет обязательно его сделать. Ну мы сейчас к этому еще перейдем. Это не так сложно, как я сказал. То есть нам просто нужно вот здесь же в измельчителе. Что-то фигово добывается. Перемолоть. Нам нужно перемолоть медь. Редстон не нужно. И серебро. 3 к 1. Все, понял. Мы будем получать 4 сигналема. Окей, я там поставил сейчас все измельчаться. Можно на самом деле... Что сейчас сделать? Нам нужно загрузить печку, чтобы она продолжала плавить. Тут куча всякого мусора. То есть медь, никель, серебро. Видите, оно так потихонечку забивает. Так что мы с вами делаем. Просто вот так в нагло выкидываем все оттуда. Притаскиваем туда как можно больше железа. Вот здесь у нас тоже добывается. Ууу, места нет. Нормально. Потому что, как я вижу, у нас с вами железными слитками начинается беда. То есть они просто заканчиваются. 31 слиток остался. Забираем. Потащили обратно. И все это дело, естественно, переплавляем. На удивление, очень быстро вот здесь вот палочки забились. Да, я могу сюда добавить этих самых улучшений. Но типа нет. Типа мы лучше поставим их вот сюда приплавляться. Так вот, наша задача сейчас очень простая. На самом деле делаем из тростника бумагу. Из бумаги делаем чертежи вот эти вот, да. Сколько мы можем сделать еще? 15 штук. 6 у нас бумаги осталось. Ну это просто так, про запас. Естественно, нам нужен только один чертеж. Я надеюсь, что вот этого нам с вами хватит на все ближайшее время. И дальше мы просто из селитры делаем книжку. Вот эту вот. Окей. Готово. Квесты. Пока что возвращаемся с вами. Руды и мы. И я не понимаю, куда это сдавать. Вот тут у нас с вами есть... Вот она, селитра. А, вот. Мы с вами используем книжку селитры. Тэчбакса 2. Вот здесь вот у нас с вами есть отдельная в элитных исследованиях. Мы ее сдаем. Сдаем монетки. И в награду мы просто получаем возможность покупать руду вот здесь. Вот она разблокировалась. И мы можем купить один блок за 12 тэкбаксов. И это, честно говоря... Слеганца дороговато. У нас с вами всего-навсего 24. И... И все. Нам нужно 36 блоков. Интересное кино. То есть мне нужно автоматизировать производство тэкбаксов. Что бы... Это что такое за книжка? Компрессию. Но она с вами есть. Ладно, плевать. У нас, видимо, вторая книжка. Или она просто как бы появилась и у нас все разблокировала само по себе. То есть без использования самой книжки. Так вот. Нам нужно тогда действительно будет заняться тэкбаксами. Это будет, скорее всего, тема следующего выпуска. Потому что... А, без этого мы просто никуда не продвинемся. Ну ладно, к этому мы еще вернемся. Силитру мы тоже можем еще получить. Прямо сейчас нам с вами понадобятся те ресурсы, которые должны были перемолодаться. То есть, если мы с вами, да, вот прямо здесь это все смешаем, то получаем 40 единиц сигналовой пыли. И пойдем это быстренько переплавим. Я думаю, что можно где угодно это делать. Мы это с вами сделаем в индукционной плавилке, чтобы она просто не занимала место у меня в кармане. Вот таким образом. Мне просто очень интересно, сколько мне нужно подключить сюда агрегатов, чтобы перестал исправляться этот магмовый генератор и добыча лавы самое главное. Потому что пока что я вижу, что лава не заканчивается. Ее везде предостаточное количество. И меня это радует на самом деле. Давайте забираем слитки. Так, возвращаемся в термал. Выполнено. Блин, сволочь, по одному баксику дает. Вот на сколько же вот... Все продумано, что мне придется делать чертова автоматическую крафт, естественно, этих баксов. Ферму этих баксов, так это назовем. Ну и, собственно говоря, нам нужно сделать пластину. Тут закаленное стекло. А как оно? В индукционной плавилке... Обсидиан. Стальная пыль. Красный песок. А обсидиан мы с вами... Да, это отдельный разговор. Нам нужен шоковый охладитель. Который делается из рамка механизма. Сейчас сделаем, окей. Жалко, электриума очень мало. Так, и рамка механизма готова. Теперь. Шоковый охладитель. Что мне не хватает? Продвинутый текиум. Не хватает одной штуки. Ну что, у меня все готово. Делаем с вами шоковый охладитель. Бамц. Теперь. Если мы хотим сделать... Но снежки нам точно не нужны. Прикольно. Если мы хотим сделать обсидиан, нужно залить туда одно ведро лавы. Ладно, погнали. Пока что вручную все это будем проворачивать. Места тут предостаточно. Дружище, идешь вот сюда. Нам нужно просто в тебя подавать потихонечку лаву. Хотя бы по одному ведру. Мы можем отсюда забирать. Сюда загружать. Это прям очень долгий процесс. И это, естественно, если прям обсидиан нужен, то придется тоже автоматизировать. Готово. Первый обсидиан. Хорошо. Это тоже закончили. Как помните, он нам с вами нужен был, чтобы сделать закаленное стекло. А закаленное стекло нам понадобится, чтобы сделать кристаллизатор, который тоже здесь как раз и присутствует в этих заданиях. Ну-ка, давайте еще раз проверим. Термол. Магмовый тигель. Вот он, кристаллизатор. Магмовый тигель. Нафиг на мозг упал. Для чего нужен магмовый тигель? Чтобы светокаменный пыль сделать, например, заряженный камень. Стекло жидкое. Погнали, кристаллизатор. Готово. У нас отметится. Да, отметился у нас с вами. И это отметилось. И стекло. И магмовый тигель. А, здесь еще две штуки нужно. Точно, я про тебя забыл совсем магмовый тигель. Вот эти мне на самом деле и нравится. Скайблок, то, что у тебя из маленького острова, на котором ничего нет, в итоге появляется вот это все. Вот так вот потихонечку, выпуск за выпуском, ты начинаешь обрастать всеми этими аппаратами, механизмами, добычей. И он все больше, 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 больше становится. Это круто. Давай, крафт все. Готово. Это у нас с вами идет вот сюда еще раз. Я что-то перепутал, видимо. Ну-ка. А, по одному куску. Ну, естественно, все. Итак, магмовый тигель. Готово. Давайте выкладываем. Но, честно говоря, я пока что не понимаю, все-таки, для чего конкретно он нужен. Походу, по-любому разберемся. Давайте смотреть, как нам сделать основу для кристаллов. То есть, в кристаллизатор наливаем с вами жидкое стекло. О, а, вот вам и магмовый тигель понадобился. Все, окей, я тебя понял. Давай, 4, 8, наверное. Идем обратно. Где там наше электричество? Как думаете, мне всего хватит здесь или нет? Или нужно будет добавлять что-то? Ну, я думаю, что хватит. Это закидываем сюда. Будет появляться... А, с одного куска одно ведро. Фига себе. Это круто. Это пошло сюда. Я могу просто, наверное, ведром оттуда забрать. Да, все правильно. Опять же, закачать сюда. И положить сюда кристаллы, которых у меня нет. Потому что я их себе потратил. То есть, если мы с вами сейчас кладем сюда селитру. По идее, одно ведро жидкого стекла и один кусок селитры. Или как это будет расходоваться? Давайте посмотрим. Потому что дальше мне туда просто воды нужно налить. Здесь можно опять же переложить. То есть, здесь по большому счету должно получиться прям очень большое количество дубанчиков на выходе. Чего я, в принципе, и добиваюсь. Есть. Основа кристалла готова. 250 милибакетов. Господи, как это тут все плохо здесь работает? Почему такой маленький шанс пройдет? 30% написано. Получается, все очень-очень плохо. Так, естественно, у нас с вами выполнило задание. Вот эти кристаллы, они нам тоже понадобятся в довольно-таки большом количестве. Ну, хотя бы 4 штуки нам нужно сделать. Потому что при помощи них мы с вами можем сделать вот такую книжку. И при помощи нее, естественно, купить кристаллы. Да, понятно. Вот, собственно говоря, у нас начнется следующая глава с этой книжки про кристаллы. Окей, договорились. Ну, а что, как там все дела? Я просто хочу сразу все это перелопатить. Ну, не выливать же отсюда жидкость. То есть, мне нужен еще один кусочек, как минимум. Все. У нас с вами тут все готово. Осталось просто воды добавить. Просто добавить воды. Возьмем ее пока что отсюда. Из кристаллов в воде. Стоп. Я все правильно делаю? Да, мы с вами можем получить осколки призмарина. Из осколков призмарина, честно говоря, черт знает, что мы можем дальше-то получить. Призмариновую пыль, которая используется в создании перидота, кристаллин и основы кристаллов. И знаете, что думаю? Может быть, не стоит больше одного пока что крафтить, да? Почему бы и нет? Ладно, нет, давайте все. Сделаем четыре, так четыре, чтобы потратить воду. А потом я лучше сделаю еще четыре куска селитры вот этих вот. Из них четыре кристалла. Ладно, сейчас нужно сюда побольше песка принести. Ну, то есть, вот этот осколок призмарина нам... Та-дам, закрывает главу. Наконец-то термал серии спройден. Это все полностью выполнено. Но, естественно, еще впереди очень-очень много всего. И я тут, на самом деле, подумаю, что все-таки будем делать в следующем выпуске. Скорее всего, нужно разобраться с производством, дополнительным производством техбаксов. Потому что их просто очень мало. Я не могу купить дополнительную руду без этого дела. Я думаю, что в первую очередь именно это сделаем. Ну, и попутно буду, наверное, кристаллы делать. Потому что это все-таки займет какое-то время. То есть, загружу все вот это вот добро работой. А пока у нас здесь все перемалывается. Получаются кристаллы. Получается, там, не знаю, тот же призмарин. Не знаю, может быть, здесь у нас потихонечку проращиваются одуванчики. Из этого будем, естественно, делать... О, уже семь лишних. Из этого будем делать резину. И вот это все потихонечку-потихонечку будет накапливаться, как у меня раньше было. И пока в ближайших выпусках будем разбираться, там, не знаю, может быть, с улучшенным хранилищем и тегбаксами и прочим. Вот это все здесь, собственно говоря, и наберется. Все, что нам нужно. Но на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Майнкрафт сейчас будет выходить, все будет нормально. Сорян, что был перерыв еще раз. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok